Добрый вечер, друзья. По рекомендациям подписчиков мы снимаем вторую часть к ролику, когда мы ставили пшеничную нашу муку двумя вариантами. На холодном осахарине, вот таких вот дрожжах Кодзи, Кодзи Ангел. И ставили на горячем осахарине, на ферментах, они вот спелин, рекламарин, на таких вот дрожжах замечательных, алкотек. Они на 100 литров идут, это английские дрожжи, очень великолепные, они без ферментов. Дальше, что у нас получается в сегодняшний день? Простояло три дня. Для чего мы закидывали туда меньше дрожжей? Чтобы не было бурного такого брожения. Брожение бурного не произошло, пены практически нет. Коль, покажи, как там происходит все в этих наших затронных лаках. Вот так вот, там плохо будет видно. Ну, примерно одного достаточно. Это было на кользях, на холодном осахарине. Здесь мы ставили на горячем осахарине. Здесь такая вот пенка, ну, она вполне приемлемая. Засыпали мы сюда по 30 грамм дрожжей, везде, что здесь, алкотека, сюда и сюда, это горячее осахарение было. Сюда до холодного осахарина мы засыпали по 30 грамм кодзи. Все, первичное брожение прошло. Сейчас мы будем добавлять вторую часть. Сюда кодзи, сюда алкотек. И выйдем на окончательное брожение. Так, прежде всего мы засыпаем дрожжи наши алкотек, спиртовые. Взвешиваем на таких весах, вы их уже видели. Сбрасываем массу, стаканчик этого. Засыпали мы 30 грамм на 8 килограмм муки. Сейчас мы засыпаем 60 грамм, а можно меньше, но побольше, чтобы быстрее бродило. Скажу честно, чтобы быстрее получить алкоголь. Так, вот так вот, 28, 34. Пылят они, конечно, ну ладно. 56, 64, ну ничего страшного. 2 грамма погоды нам не сделают. Засыпаем, в первую очередь, в эту емкость. Вот так, по поверхности. Размешивать не будем. Для того, чтобы, ну, пен этот ряд уже пойдет. Ну, все же. Ну, с леонцой их размешаем. То же самое мы сделаем с этой емкостью. Тут будет то же самое. Я вам покажу, что здесь тоже было горячее сахар, не отриняется, простояло, повторюсь. Там должна быть такая же пензица. И добавим сюда воды. Воды добавим, скорее всего, завтра. Ну, чтобы не рисковать. Пускай должны найдутся. Завтра добавим воды. Убедимся, что пена не пошла. Все отлично. И будем добавлять сейчас кодзи сюда. Что мы делаем? Вот уже стаканчик. Ставим, опять же, на нашли сын. Добавляем остатки кодзи. Ну, показываем на первой емкости. В остальной емкости мы сделаем все то же самое. Чтобы не тратить ваше время. Вот так вот все это происходит. Добавляем сюда. Тут надо было 82 грамма кодзи. 30 мы добавили. Значит, 42 грамма. Добавляем брону, 42 грамма. 9 грамм на килограмм сырья. По максимуму. Меньше нет смысла, больше тоже. Все это проверено уже. Так, все, 2 грамма. Вот так все это происходит. Так, получается 39, 41, 43. Ничего страшного. 41, даже 30. Нормально, пойдет. Добавляем сюда. Здесь холодное сахарное на козях. Добавляем. Прямо так вот. Перемешаем так, лишь слегонца. Опять же, температура на кухне здесь сейчас 18 градусов. Сегодня мы окно приоткрытое. Опять же, боимся пены. Не нужна она нам совсем. Хуже не будет, если вы будете все на холоде сбраживать. Просто дольше все это будет. Завтра посмотрим, если пены там не будет критичной. Добавим воды. Воды добавим прямо доверху. Ну, постепенно. Сейчас мы добавим немножко воды. Вот до Судова. Чтобы все это получилось. А завтра добавим прямо доверху, прямо до Судова. Если там ничего не будет пены. И будет все окей. Это будет стоять еще 3 дня настояло. Будет стоять еще дней, наверное, 21-22. Здесь все это быстрее сбродит. Я показывал. Посмотрите обязательно. Будет вставочка в конце этого видео. На первый ролик, когда мы все это ставили. Когда мы все это делали. И посмотрите. Здесь бродит примерно за 7 дней. Здесь будет бродить при нынешних условиях. Это дня 24-25. Может чуть меньше. Слышь, этот. А в моей кухне пиндец не будет с этой пеной? Нет. Заливаем воды. Мы не будем заливать полную часть сейчас. Дрожжей мы сюда добавили уже. Вторая емкость. Здесь горячая сахарная. Заливаем сюда воды. Так вот, 3 литра примерно. Чтобы она все-таки полная не была. Вдруг, не дай бог, там пена еще какая-то будет. Пена это вообще страшно в муке. Вот так мы залили. Перемешивать даже не надо. Пена поднимается. Не критично. Не, она не поднимется сильно. И зальем и сюда. То же самое 3 литра. В каждую. Ну, показывать-то не будем. Там стукавшись. Сусло. Это еще не брашка. И зальем в каждую еще по 3 литра. Завтра дольем и туда полного. Это показывать еще не будем. На этом всем пока. Смотрите наш первый ролик, когда мы все это ставили. Это вторая его часть. Так, вот такая идет вакханалия. Вакханалия, да. Вот. Это спустя 2 часа. Видите, это запор. Не будем открывать, как бы, ну это незачем. Это на горячем осыхании такая вакханалия. А это на холодном, на козях. Примерно то же самое, да. Вот так видите. Спустя 2 часа. Примерно то же самое.